В казахстанских колониях хотят вдвое уменьшить свидание и отключить сотовую связь. И главное, полностью запретить посылки. Об этом стало известно в Можелисе при обсуждении законопроекта Уголовно-исполнительного кодекса. Правозащитники говорят, что у заключенных и так был только один выбор, есть или не есть баланду. А без подогрева с воли, то есть без продуктовых посылок, станет еще хуже. Подробнее расскажет Бауржан Шаехмед. Проект нового Уголовно-исполнительного кодекса содержит запрет на любые посылки заключенным. Правозащитники против. Ведь у большинства родителей нет денег. Поэтому им легче было бы посылать своим родным не деньги, а посылки. Тем более, разместить магазин на территории тюрьмы, где товары, как правило, продаются по завышенным ценам, может не любой предприниматель, а только тот, который имеет хорошие связи. Кроме того, посылки проверяют те же сотрудники тюрем. И вместо того, чтобы бороться с коррупцией в своих рядах, правоохранительные органы предлагают бороться с посылками. Больше половины осужденных не работает, у них нет денег. И, в общем-то, многие вещи, которые, может быть, необходимы в местах заключения, для того, чтобы они сами могли бы приобретать, они эти вопросы решить не могут. Государство, вот сегодня вы говорили, да, что нормы какие-то, наверное, будут увеличены, но государство эти вопросы, насколько я понимаю, тоже не решает. Так вот, может быть, надо давать возможность с тем, чтобы эти вопросы каким-то образом решались, потому что они находятся в изоляции, других возможностей у них нет. Эти продуктовые посылки хранятся в спальных помещениях, которые нарушают все санитарные нормы. Нет условий для хранения этих продуктовых посылок. К тому же, эти посылки активно используются для того, чтобы, как канал поступления в учреждения различных запрещенных предметов. Наркотики и другие средства, которые деставизируют работу учреждения. Кроме того, вице-министр внутренних дел хочет сократить свидания. Раньше короткие свидания продолжались до 4 часов, а длительные – до 3 суток. В новом проекте предлагается сократить эти свидания наполовину. Помимо этого, власти предлагают запретить сотовую связь на территории тюрем и вблизи них с целью избежать активности преступного мира. Но эксперты говорят, что сделать это нереально, без ущерба для абонентов на воле. Согласно закону, сотовая связь в колониях запрещена. В большинстве зонах установлены подавители сотовой связи, так называемые гуршилки. Болжан Шейхмет Ганизат Оспанов, телеканал ТДК-42 из Астаны.